Прежде всего, хорошо, хочу отметить, хорошо, что вы понимаете, что тема свободы выбора очень сложная. На сайте мы написали несколько ответов. Пожалуйста, легко найти в поисковике, на каждой странице, свобода выбора или подобные слова напишите, нестите туда. Много узнаете, много поймете. Потому что тема действительно очень непростая. Но я иду здесь только по поводу ваших рассуждений, вслед за вами. Значит, вы спрашиваете таким образом. Есть свобода выбора. Значит, теоретически совершенно возможно, пусть будет мало шансов, может быть, одна тысячная одного процента, что все люди изберут добро. Как же в мире будет зло? И когда будет свобода выбора? Более того, Всевышний, это вы говорите, я этого ничего не говорю, это вы говорите. Назначил кому-то быть убитым. Все выбрали добро. Кто же будет его убивать? Нарушение воли Всевышнего получается так. Творец решил, не получается у него. Как говорится, афроды полные, прах на наши уста. Запрещено так думать. Все, что Творец хочет, соблюдается абсолютно. Не на 99%, а на 100,0%. Абсолютно. Так как же с вашими рассуждениями? Как ни странно, это не сложно. Потому что у вас укоренилось, и не обижайтесь, для этого мы же вместе говорим, учимся, можно сказать. Слушаем, задаем вопросы, читаем ответы, смотрим видео. Ошибка у вас, что когда Творец мира принял решение, он не принимает решение, что вот кто-то, согласно вашему тексту, я поэтому так говорю, кто-то должен быть убит, а у вас вопрос, никто не хочет убивать. Значит, он не будет убить. Творец не принимает такое решение. Он принимает, если так можно выразиться, это вообще трудно понять, что такое его решение, но на уровне понимания человека. Он принимает решение, что такое-то и такое-то, он будет жить до какого-то возраста, столько лет, столько дней, столько часов и столько минут. И это будет выполнено. Но никто не хочет его убивать. Ваша ошибка в том, что вы решили почему-то, что на ней принимается решение, что его надо убить. Если решено, что он проживет столько, он проживет столько, а не больше. Но, как вы верно отметили, опять не очень поняли, но верно отметили, что у Творца, вы так написали, много исполнителей, или, как мы говорим на иврите, много посланцев у Творца. Но посланцы-то не обязательно люди. Посланцы-то все, он посылает малахим, ну, скажем так, ангелов, которые задействуют сложные механизмы влияния на людей, на животных, на растения, на все, что хочешь. И тогда не надо этого человека убивать. Если ему столько нужно жить, он проживет ровно столько, потому что есть вирусы. Но мы отвечаем вопрос сейчас в эпоху коронавируса. Может быть, будем надеяться, что через несколько лет люди будут плохо помнить даже все это. Но в наше время есть. Или коронавирус, или ни про кого не будет сказано. Несчастный случай может произойти, вдруг раз, обламывается что-то, падает что-то, и так далее, и так далее, сколько хочешь возможностей у Творца. Это есть много посланников. И поэтому все, что он решил, он с большой буквы, он Всевышний, то будет. Другого ничего не будет. Поэтому нету этой проблемы совершенно. И если бы люди выбрали, но я иду еще дальше с вами. Если бы все люди вдруг выбрали поступать хорошо. Этого нет, и пока мы не видим, как это может произойти. Но это не важно. Это произойдет чуть-чуть иначе. Не хочу в это входить сейчас. Я просто для простоты говорю то, что вы говорите. Все люди выберут хорошо себя вести. Не будет зла в мире? Будет. Потому что опять неверное, третье неверное понимание. Добро и зло – это не только конкретное поведение человека, связанное с руками. Вот так сделал – это хорошо, а так сделал – это плохо. Нет. У человека есть много внутренних механизмов поведения. У него есть мысли, а мысли рождают реальность тоже. И мысли могут быть правильные, положительные, а могут быть совсем другими. Все мы знаем понятие дурного сглаза и всяких айнара на иврите. Лашонара – это уже разговор. Есть мысли, есть разговор. Разговор может разрушить, быть разрушительным. Есть эмоции разрушительные, разрушающие. Или наоборот, такие, которые строят хорошие эмоции. И, конечно, есть дела руками тоже. Руками и всеми средственными приборами. Поэтому даже если люди решат, мы будем хорошими, это ведь, ну, признайтесь, не значит, что они догадались, что отлично, очень хорошо догадались, что нельзя делать зла. Но, к сожалению, в мире мы наблюдаем. Я могу засвидетельствовать, что я наблюдаю нередко. Вообще, воспитанные люди, разве они будут, собираются убивать кого-то, бить кого-то, воровать, грабить. Это далеко от них за тысячи лет световых. Но, вот скажите сами, они контролируют свои мысли, свои чувства. Они не могут даже. Они осознают, что, например, злословие Лошонара – это совсем не обязательно сплетничать. Это совсем не обязательно рассказывать дурные вещи. Злословие – это, может быть, рассказывать хорошие вещи. Вот я рассказываю хорошо о своем товарище, другим людям. Я поступаю хорошо или нет? Может быть, я поступаю очень плохо. Как же так? Я же говорю о нем хорошо. А он еще и хороший человек. То есть, тут нет ни лжи, ничего. Но есть Лошонара, есть злословие. Тот, кому я рассказываю, человек тоже неплохой, но он же не ангел. У него есть чувство зависти. У него есть неудовольствие, что тот поступает хорошо, а он в этом пункте, в этом точке, в этой линии поведения не очень хорошо. Он завидует. Почему ему везет, а не мне везет? Почему он хороший, люди его любят, а не меня любят? Поступай хорошо, тебя тоже будут любить, но ему не до этого. При этом никого не убивает этот человек. Ничего плохого нет. Он выбрал, как вы пишете, поступать хорошо. Но чувство зависти у него есть, а это чувство зависти поднимается на небо, потом спускается на того человека, и с неба начинает на того человека смотреть. Почему этот завидует ему? Может быть, у него не все в порядке? И так далее, и тому подобное. Вот он дал только пример, простейший пример. Что это совершенно не так просто все, что такое лошонара. И даже если нормальный, как мы пишем и говорим, нормативный человек, никого не убивает, не режет, не грабит, не крадет ничего, он все равно может сокрушать миры. Через зависть, через разговоры, через болтовню. Совершенно безобидную, как будто бы. Через, не болтовню, а так, как наши учителя говорят, через подмигивание. Тот поступает, что-то происходит хорошее, а этот с друзьями сидят, смотрят, и один другому подмигивает. Типа, смотри на него. И убил того человека. А я ничего не сделал вообще. А с помощью интернета это на весь мир все распространяется. Посмотрите, что творится в социальных сетях. Не смотрите лучше. Я там не участвую, сам не смотрю. Но все мы знаем, что там творится. Яд, яд и еще раз яд. А иногда, наоборот, хорошие вещи. Но эти хорошие тоже, как я объяснил, плохие. Они развивают, раскручивают зависть к людям. Или раскручивают хвостовство. Посмотрите, какой я хороший. Я никому не желаю зла. Я очень хороший человек. Но посмотрите, какой я хороший. Посмотрите, мои успехи. Бесконечное хвостовство. Бесконечная болтовня. Это добро? Нет. Вот наш человек, который как будто бы выбрал добро, еще совсем не выбрал. И это мы еще не углубились в более высокие материи. То, что может быть в седьмом тысячелетии, там тоже будет свобода выбора. И даже, я тяжело так говорить прямо об этом, потому что это требует объяснения. Но на секунду, поверьте, мы в шестом тысячелетии, правда, будет седьмое, уже будет преодоление материальных проблем, негативных. Будет уже много-много хорошего в мире. Но останутся еще другие вещи. И даже в восьмом тысячелетии тоже не все будет гладко. Так назовем. Понимающие поймут. Не все будет гладко. Следовательно, всегда будет свобода выбора. А дальше в восьмом тысячелетии нам не обсуждать нечего. Не имеет значения, что будет потом. Важно, мы с вами разобрались, что в нашем мире всегда есть свобода выбора. И поэтому никогда не может быть, что все вдруг решат поступать хорошо. Даже если не решат поступать хорошо, что не видно совершенно. Но даже если вы теоретически предположили, я пошел вместе с вами, я не против, пожалуйста. Просто объяснил, что это не так просто и невозможно практически. И не нужно. Надо, чтобы каждый выбирал поступать в хорошее. Не надо думать, чтобы другие выбрали. Все будут, не все будут. Ты выбирай хорошее поведение, сколько можешь. Все мы люди ограничены. Надо стараться. Надо всем нам стараться. Всем без исключения, кто только обможет, кто чувствительный, кто имеет понятие преклонения перед небом или внутреннюю какую-то совестливость. Все мы ошибаемся, все мы спотыкаемся, все мы падаем. Шишки набиваем, синяки набиваем. Но всем надо стараться. Вот это будет хороший выбор для всех. Всего доброго. До свидания.